Доброе утро, друзья! Это утро на телерадио-канале Страна ФМ. Нас по-прежнему зовут Никита Некрасов и Лиза Калинина. Здрасте! Доброе утро по-прежнему! И как обычно, по четвергам в последнюю часть к нам присоединяются гости. Гости у нас сегодня долгожданные. Ну, мне так кажется, потому что я с творчеством этого коллектива знаком достаточно давно. Группа Ласкала и Frontwoman, да, можно так сказать? Солистка. Солистка, да, этого замечательного коллектива Аня. Аня Грин, просим любить и жаловать. Аня, доброе утро! Целый час мы, собственно, будем общаться о творчестве этой группы. Доброе утро! Такой стандартный, но очень важный для нас вопрос. Как утром просыпаться к нам, добираться? Нормально, комфортно? Вы знаете, отвратительно. Я ложусь спать в 7.30, в 8, в 8.20 для меня. Вот мое любимое время, когда я ложусь спать, да. И вы знаете, когда я понимаю, что лучше не ложиться, решила нет. Так что для меня не утро, а для меня добрая ночь. Продолжается. День продолжается. Сова совой. Я совище просто. Причем самое интересное, что сова... А не жалко, солнышко светит, пропускается. Ой, да как оно так светит, что... Дело в том, что я девочка северная, я привыкла к тому, что солнышко для меня может не светить вообще. Так что тут я проблему не вижу. Я вижу проблему в том, что я не то чтобы сова, а совы хотя бы спят. Да, да, да. Просто ложатся поздно. А у меня вот есть три несчастных часика в день, и я, получается, ни туда, ни сюда. Я вроде бы ложусь рано и просыпаюсь рано, поэтому... Понятно. Ну как режим какой? Суровый. Суровый режим. Да, у меня 50 тысяч работ. Это нормально. Живу на адреналине. Давайте познакомим наших слушателей и зрителей вообще, в принципе, с группой «Ласкало». Когда все началось, с чего все началось? И чем сейчас живет? Началось все в 2012 году, когда меня в группу позвал один из основателей группы AFK, Макс Галстян. Многие знают его по таким проектам, как «Тату», «Дельфин», «Диджей Грув». Он является основателем группы AFK, и группа до сих пор существует. И он решил сделать что-то из ряда вон выходящее. И говорит, хочу женскую группу. Красавица с красными волосами. А я тогда была не красавица и темненькая. Ну ладно, не скромничай. Не скромничай. И он меня, значит, позвал к свой коллектив и говорит, слушай, мы столько их девушек отслушали, вот ты то, что надо. Потом он мне, конечно, признается, что я была первая и последняя кандидатура. У нас была барабанщица, и он, пообщавшись с нами двумя, сказал, что нет, женскую группу я не потяну. У вас двоих мне вот так хватает. В любом случае, что произошло? Мы начали играть, и шло время, менялся состав. И сейчас у нас уже стопроцентно не женская группа. Из женщин осталась только я на вокале. Макс от нас ушел, но я безумно благодарна ему за то, что он когда-то, шесть лет назад, меня притащил вот в эту вот всю сумасшедшую историю под названием «Ласкало», в которой я живу, мое детище. И сейчас все идет как бы, новое дыхание открылось, да, насколько я понимаю? Вот после нашего перерыва, да, открылось новое дыхание у группы, у участников, и у нас вышел альбом позавчера. И знаете, судя по тому, как его встретили, я могу сказать, что у нас сейчас просто такое дыхание. Ой, ну здорово. Друзья, я хочу напомнить свою очередь, что вы также можете Ане задавать свои вопросы. Аня от лица, представляет ли от лица группы «Ласкало», да, все верно. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», комментарии, пожалуйста, пишите. И вот сапайбер 909-928-1-89-9, ну это так, на заметочку, чтобы вы знали и помнили. Ну, мы будем в течение этого часа знакомить вас и с творчеством группы «Ласкало», а обязательно. Вот, и, конечно, массу информации предоставим вам в эфире, поэтому оставайтесь с нами аж до 11 часов утра. Здесь Лиза Калинин, Никита Некрасов и наши гости, солистка группы «Ласкало», Аня Грин, вместе с нами до 11 утра будет. Юлиана Караулова вот тут просит эстафетную палочку, просто так, просто так называется. Не прокатит просто так. Ладно уж, ладно уж, отдадим возможность. Друзья, Анна Грин у нас сегодня в гостях, солистка группы «Ласкало». Аня, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, сейчас новая такая пошла веха, новое вдохновение. Вы все взяли в свои руки. Ну, я на ты, да, уже буду. Ты взяла все в свои руки. Я так понимаю, ты теперь не только солистка, главная исполнительница, ты еще и, скажем так, продюсер, организатор. Идейный вдохновитель. Да, и занимаешься многим. Да нет, я занималась просто всем с самого начала. Это была моя самая главная ошибка, потому что вместо того, чтобы учиться петь, заниматься, в общем, творчеством, я занималась делами совершенно к творчеству, не имеющие никакого отношения. Слава богу, сейчас в нашей команде появился человек, который меня разгружает по концертам. Но продюсер это звучит как-то очень высокопарно. Директор, менеджер? Ну вот да, директор, менеджер, координатор, композитор, текстовик. Правая рука коллектива? Да, правая рука левая. Сколько сейчас участников группы? В группе четыре музыканта. Это я, вокалистка, наш гитарист Петр Яздаков. Петя тоже занимается, наверное, таким же объемом работы, как и я, потому что он в группе занимается тоже контентом, всей визуализацией. Он наш звукорежиссер, и студийный звукорежиссер, и композитор тоже. И, в общем, он наша тоже все. Женя Шрамков, наш бас-гитарист, вот он сегодня приехал меня поддержать, за что ему огромное спасибо. Женька сейчас у нас занимается мерчем. И мы в группу взяли буквально не так давно потрясающего барабанщика и перкуссиониста Сергея Снарского. Так получилось, что... Где вы нашли? Барабанщики — это ценный товар. Вы понимаете, барабанщики — это ценный товар, а я еще и такой немножечко социопат. Я не очень люблю новых людей. Сложно сходиться. Ой, мне очень тяжело. У меня... Не, я такой, знаете, социопат в легкой форме. Интроверт, наверное, больше, да? Ну, наверное, да. Но фишка в том, что я очень долго привыкаю к людям. А потом трудно отпускать, да? Очень тяжело. Да, и когда речь сошла о записи нового альбома, мы понимали, что все, у нас уже нет Леры. У нас буквально несколько месяцев. Союза нам пишут, да, ребята, где альбом. Потому что перед лейблом есть обязательства. Обязательства, конечно. Ну, если мы говорим о серьезных группах, которые подписываются на лейбл, есть уже обязательства. У нас эти обязательства есть. И что я скажу? Вы знаете, вот такая ситуация у нас сейчас... Да, кому это интересно. Это абсолютно не интересно никому. Ну, и так получилось, что в школе, где я работаю... А чтобы вы знали, дорогие зрители, я по вечерам рок-музыкант, а утром я учительница. Я учу маленьких деток английскому и испанскому. И в школе, где я работаю в Центре развития, у нас есть курсы, игры на барабанах. И там я нашла его. Вот это да! Ничего себе! Но Сережка уже давно не работает в нашей школе. Но познакомились мы вот именно в рамках нашего мычка. Слушайте, как интересно. А как дети воспринимают? Знают же о хобби? Педагога. Ну, не хобби. Не о хобби? Ну, как? Они же воспринимают для них это основная деятельность. Они очень круто разграничивают. Они знают, где я... А где я, ну, такая типа рок-стар. Иногда они просят у меня автографы для своих друзей, но для себя никогда. То есть они могут со мной фоткаться, вообще сколько им влезет. Но они почему-то все, причем у меня деткам от 6 до 13 лет, они эти рамки ставят сами. Здорово. И очень круто. Они ходят на мои концерты. Ходят? Конечно. Но потом родители говорят, вот, Анна Юрьевна, спасибо, сходили на ваш концерт. Сегодня объясняли ребенку, что такое нет секс. Я говорю, когда-то, когда-то, когда-то нужно начинать. Лучше сейчас, чем пока. Мне кажется, Аня уже просто в фантазии многих. Представляешь, красивая, огненная певица. Да, да. Еще и знает два языка совершенства. Мне бы таких училок в школе, я бы, думаю, я бы в школу уходила. Нет, но я на самом деле могу сказать, что не знаю я ни одного, потому что это очень высокопарный глагол. Ну да, знать совершенство, да. Я свободно говорю на английском, на испанском. Я могу, конечно, когда выпью пиво, поговорить свободно на немецком, но очень плохо. Настолько отвратительно, что мне немцы говорят, ты говоришь на нашем языке, как пятилетняя девочка. Но у меня понимают. Зато все понятно. Я думаю, им нравится. Друзья, я напомню, у нас в гостях фронтовумен ансамбля Виа Ла Скала. Еще обязательно поговорим, вернемся сюда. У нас такая важная, нужная реклама впереди. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Все самое интересное еще до 11 состоится, случится. А пока давайте прервемся. Здрасте. Доброе утро. Мы продолжаем. Лиза Калинина, Никита Некрасов. Всем еще раз здравствуйте. И прошу любить и жаловать, чествовать нашу сегодняшнюю гостью, а точнее целый коллектив группы Ла Скала. Да, в лице Ани. В лице, да. Ани Грин. Ана Галик. Которая находится у нас сегодня в студии. Аня, тебе уже передают, на самом деле, приветы. Я напоминаю все наши контакты. 909-928-189, 9-9 в WhatsApp Iber. И группа ВКонтакте Страна.Ифа пишут, что очень любят группу, замечательная. Спасибо. Просит песню в эфире. Вот она совсем скоро прозвучит, ну, не знаю, минут пять, наверное. Ну, я, прежде чем мы поговорим о песне и, соответственно, о новом альбоме, вот самом последнем, который, то есть с пылу с жару несколько дней назад увидел свет, я хотел бы спросить. Ань, я просто знаком с твоим творчеством, я уже и в эфире об этом говорил, и с удивлением прочитал, что стиль поменялся. Вот что было раньше, что стало сейчас? Ну, раньше ничего не было, сейчас появилось подобие стиль. Ну, как-то раньше ничего не было. Ну, давайте так. То есть подражали, искали. Вы знаете, Мы подражали в нормальном смысле слова. Было много ошибок вначале. Дело в том, что мы встретились, и как-то так случилось, что, Ань, ты умеешь писать песни? Ну, вот что-то могу. И Макс, наш основатель, говорит, ты вот у меня что-то есть. И так с миру по нитке, знаете, курочка по зернышку, весь двор, поняли, да? Вот. И вот получилось оно вот это самое после зернышек. И вроде бы неплохо, и вроде бы неплохо. А потом ты слушаешь и понимаешь. Вот сейчас я слушаю наш первый альбом и думаю, ну, тут какой-то вот недотяг моей 17-летней молодости. Тут какая-то песня, когда мне было 19. И я не понимаю ни логики. Тогда еще не было такого у меня понимания в голове, как, например, написание текста. Ну, просто оно вот шло от сердца. Я записывала в рифму, не в рифму. Главное, шло от сердца. Но, с другой стороны, утекай в подворотни, нас ждет, маньяк хочет нас посадить на крыльчатку. Ну, это была инновация, поэтому это, знаешь, как стартап в период, когда стартапов не было. Я тоже думала, что я инноватор, знаете ли. Вот. Сейчас я понимаю, что, к сожалению, альбом получился совершенно нелогичным. По отдельности треки прекрасны. Я их могу гонять, и мы иногда играем на концертах, но альбом я слушать не могу. Во втором альбоме мы решили, что вау. Нас все назвали латинрокерами. У нас всего была одна песня на первом альбоме с испанскими вкраплениями. Называлась она «Мулета». И все сказали, «Ласкало» — это что-то из латины. Я думаю, ничего себе, из 12 песен всего лишь одна латинская такая. А уже ярлык повесили. Вау. Нужно двигаться в этом направлении. И во втором альбоме, который называется «Мачете», у нас стоит девушка, значит, с кукри, в костюме Матадора, вся такая испанская. Мы решили действительно сделать такой крутой микс из латины, рока, электроники. Но вот беда. У меня случилась очень неприятная ситуация в жизни. И у меня пропал голос, у меня случился полип на связках. И я начала лечить нервишки у всяких специалистов. А это было взаимосвязано? То есть такая соматика сработала? Я не знаю. Мне кажется, да. Мне кажется, что это все была психосоматика, потому что... Никаких таких внешних причин, да? Ну, были причины, но на самом деле, будь я чуть поумнее и посильнее, справилась бы как-то без вот этого. Ну, ничего. В итоге получилось то, что получилось. Но получилось тоже как бы вот так себе не очень. Что-то круто, что-то не круто. Не было целостной картинки. И вроде бы вот она латинская песня, а потом что-то раз тебе и какой-то панк непонятный. Вот. И на третьем альбоме все. Мы сделали большую паузу и решили, что альбом должен получиться крутым, может получиться только в том случае, если мы вложим в него не два месяца наших усилий, а год. И мы с Петей вдвоем его писали год. Целый гребаный год. И все равно не успели. Вот все равно не успели. По ощущениям? По ощущениям все равно не успели. Я прям чувствую недочеты. Я чувствую, что я потеряла вокальную форму. Ну, походу, это слышу только я, потому что все пишут. Конечно только ты. Но должно быть какое-то собственное внутреннее удовлетворение. Я с собой довольна не везде. А вот если наоборот, если бывает, что ты довольна, а люди пишут другое, то было лучше. Я никогда не бываю с собой довольна. А, даже так. Как приятно общаться с музыкантом-перфекционистом. Да я вообще говорю, вы нашли другое. Это просто фантастика. Я вообще другого хоря. Мне все нравится, ребята уже. Приходят люди и говорят, я вообще крутая. Что тут давайте мне вопрос задавайте. Не, ну может быть я в чем-то крута, конечно, но нет. В плане музыки мне еще расти, расти. Во-первых, мне надо научиться петь. Потому что пока я от этого очень далека. Я сейчас перешла в речитативную форму. Нет, вы не думайте, я не рэпер. Версус Баттл пока. Не, ну Версус Баттл имеет место быть в моем сердце. Я ушла в рагетон. И многие люди путают рэп с рагетоном. И в нашей музыке, в третьем альбоме, много рагетона, много настоящей латины. Две основные линии. Все, что в моем характере есть. Такой, знаете, знойный юг, да, такая латино-испанщина и нордическая депрессия. Это про меня. Я дурочка с севера, которая фанатеет по Испании. Так, конфликты, да? Так, давайте сделаем паузу на этой замечательной мысли. И очень скоро вернемся и уже более подробно поговорим именно о новом альбоме группы Ласкало. Аня Грин, напомню, у нас в гостях солистка этого замечательного коллектива. Группа Контакта, страна Айфон, друзья, пишите. У нас сегодня в гостях не менее, может быть, даже более харизматичный гость. Аня Грин, солистка группы Ласкало. Просим любить и жаловать. Разговариваем о творчестве этого замечательного коллектива и об альбоме. У нас прямо по курсу клип и песня с альбома, с последнего. Реванш называется эта песня и клип, а альбом называется «Патагония». Правильно? Расскажи поподробнее об альбоме. Что из себя он представляет, какое количество песен, кто автор. Ну, вот прям все-все-все-все. Это альбом «История». Нет, это не будет Горгора Токсимирона. Нет, это другого плана «История». Почему-то просто каждый раз, когда я говорю, что это альбом «История», все «А, понятно, Горгора» переслушали. Я говорю, нет, у нас нет автоответчика, у нас никто не умирает пока что. В общем, я собрала все свои слезы, плаксы и депрессию, вылила это все на эту пластинку и решила, что нужно на каком-то альбоме это сделать, что потом как-то освободиться и писать о каких-то позитивных вещах. Да, да. Ну, в общем, у нас в группе происходили очень непонятные конфликты и на самом деле у нас все уже шло к тому, что, в принципе, мы с Петькой объявили о распаде и ребятам сказали, что на этом все. Вот. Ну, из этого депрессника нас вытаскивали наши близкие друзья, Мелисса, которая сейчас с нами, и Илья Денисенко, наш студийный звукорежиссер. Они сказали, так, мы тут пять лет вам отдали, что, балдели? Ну-ка, ноги в руки и вперед. А тебе нужен такой толчок со стороны? Мне нужен пинок иногда. Надо, от других людей, да? Понимаете, дело в том, что я очень такой дисциплинированный человек, гиперответственный, но моего огонька не всегда хватает. И, конечно, очень круто, что в моей жизни был человек, который сказал, ну-ка, встала, ну-ка, давай, пиши, пиши, пиши. И вот мне Мелисса звонила, что она написала сегодня? Нет. Я не буду тебя фотографировать, если мне будешь ничего писать. Все. Она мне ставила ультиматумы. Что она сегодня прочитала? Нет. Вот это почитай, вот это, вот это, вот это посмотри, посмотри вот этот фильм. Ты посмотрела? Вот это тебе должно вдохновить. Давай вот это, давай вот это, давай вот это. А Петю со своей стороны уже Илья подбадривал. Давай, давай, давай. И вот вчетвером мы сообразили на четверых альбом 10 песен. Решили, что красивое число. Да. Куда больше. Альбом слушается на одном дыхании. Это говорят все, даже кто не кайфует от такой музыки. Собрали все, что было в голове, на сердце, в эмоциях. В душе. В душе. И рогетон там будет, и балладные песни там будут. Точнее уже есть. И немножко хип-хопа. Не забыли мы про то, что мы все-таки немножко рок-группа. Вот. И есть своя такая этническая тема в некоторых треках. Это надо слушать. Но история такая, что девушка сидит, точнее лежит на кушетке психотерапевта. Говорит, что мне дальше делать? Он, вот тебе порошочек. Будет хорошо, отвечаю. Но от того, чтобы стало лучше, надо вылечиться от депрессии. Я тебя отправляю в путешествие по тем странам, где ты никогда еще в жизни сама не была. Давай, давай. И она летит. Я зашлачу к такому психологу. С таким вымышленным спутником. И вот она ему обо всем рассказывает во время путешествия. Это как ее дневник, наверное. И все. И в самом конце они должны достигнуть Патагонии. Потому что, как завещал Жюль Верн, там круто, там классно. Он хотел туда отправить капитана Гранта. Но не все сложилось. А я решила, что мы... Надо достичь цели. В отличие от капитана Гранта, мы дойдем до Патагонии. А потом напишем вторую часть нашего путешествия. И последняя песня, которая называется «Патагония». Героиня сама себе рассказывает, что у нее накипело, наболело. И она говорит, одно неловкое движение. Мы сорвемся с гор, но не сорвусь. И поеду дальше. А нам туда, где вода рушит города. И она отправляется на север. А дальше ничего не скажу, потому что скоро будет вторая часть альбома. Вот это да. Аня так здорово рассказала, что я прямо сейчас в перерыве. Ты заметил фишечки? Вот эти манипуляции. Заканчивай на самом интересном месте. Чтобы люди по-любому. Все правильно. Я уже заинтригован. Я, честно, тебе обещаю, что сейчас в перерыве. Можно же уже на платформах мобильных скачивать альбом? Покупать можно даже. Покупать, ну да. Но я это имею в виду. Да, уже два дня как. Потому что позавчера была презентация. Прямо сейчас пойду на Apple Music. А я проверю. Айтюнс. Я же тебе прямо покажу. Телефон беру и скачиваю. Давайте клип посмотрим. Да, мы уже готовы. Значит, у нас ласкала реванш. Что это за песня? О чем? Песня очень личная. О чем не буду говорить, потому что я хочу, чтобы у слушателей была своя интерпретация услышанного. Я стараюсь не вникать в эту историю и не мешать ни в коем случае. Это песня, которая меня вытаскивала из депрессии. А именно клип на эту песню. Мелисса, режиссер этого видео, сказала, а поехали в Сочи. Я говорю, в октябре что там делать? Поехали. Будет красиво. Она меня взяла и увезла. Серьезно, прям взяла и увезла. Прям вытащила меня из моего уголочка в мытищичках. Увезла, привезла, красиво одела, накрасила. Сказала, открывай ротик, сейчас будет круто. Снежком посыпала, ветерочком обдула. И депрессия ушла. И депрессия ушла. Я вернулась из Сочи. И в конце клипа я вешу 10 листков на стену. Это 10 названий песен. Она прям как в воду глядела, что я привезу оттуда какую-то. Ой, круто, круто. Я пока к Мелиссе за консультацию схожу. Давайте уже смотреть и слушать. Напоминаю, «Ласкало. Реванш». И у нас в гостях Ань Грин, как раз-таки солистка замечательного коллектива «Ласкало». Смотрим и слушаем. Смотрим. Им будет снег, накроем белым полотном ночной побег. Удача, скользкий мячик, выпрыгнет из рук. И даже самый в мире близкий человек исчезнет вдруг. Иссыпались на части все остатки счастья. Без жалости и сострадания подкидывала кости. Разжигала злостью минувшие воспоминания. Ау, так долго горевала, что в своих слезах тону. И как невыносимо покидают силы. Спорим, мой ручей столкнется с морем и затянет горизонт. Туманом моих страхов, брошенных запот. А оспорим, виноватых будет боя. Корабли вернутся в пору. На разные причалы ты начнешь сначала, я наоборот. Им будет свет, затянет раны и откроет мне секрет. Удача ничего не значит, когда вдруг горячим сердцем я ложусь в холодный снег. И замер стук, и забирались части все остатки счастья по-новому из чистого листа. И, поспешив наружу, вывернула душу. Смотри, она совсем уже пуста. Ау, как глупо проиграла даже не свою войну. И надо было раньше думать о реванше. Спорим, мой ручей столкнется с морем и затянет горизонт. Туманом моих страхов, брошенных запот. А спорим, виноватых будет двое. Корабли вернутся в пору. На разные причалы ты начнешь сначала, я наоборот. Спорим, мой ручей столкнется с морем и затянет горизонт. Туманом моих страхов, брошенных запот. А спорим, виноватых будет двое. Корабли вернутся в порт. На разные причалы ты начнешь сначала, я наоборот. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Лиза Коленина, Никита Некрасова. В гостях у нас солистка группы Ласкала Аня Грин. Не теряем время. Аня, приходит много сообщений. Во-первых, тебе очень много передают приветы. Михаил, передайте привет. Аня, мы тебя любим. Аня, привет. Все в таком духе, но что ты знала, что мы тебе передали. Нет? Спасибо вам большое, ребята. Темный лорд Данкан. Есть вопрос. Доброе утро. Вопрос для Ани Грин. Как родители отреагировали на трек «Прочь»? Только подключилась. Прошу прощения, если этот вопрос уже задавали. Не задавали. Ну, я думаю, им было приятно, потому что я в этом треке прошу прощения у них за то, что я когда-то сбежала. Неправильно говорить, я сбежала из дома, потому что с Чукотки особо не сбежишь. Я улетела и не вернулась. Аня с Чукотки, родина ее. Чтобы люди понимали, кто к нам присоединился. Я родилась на Чукотке, недалеко от города Анадырь. Прожила там 17 лет и до сих пор себя считаю настоящей северяночкой. Северяночкой, да. Я этим горжусь. Особенно в окружении некоторых ленивых москвичей, знаете ли. Я чувствую себя очень таким амбициозным трудоголиком. Ничего против москвичей не имею. Я из Севастополя, мне вообще в барабару. Я из Петербурга. Слава Пойду. И вообще. Кстати, о москвичах и жителях Санкт-Петербурга. 2 марта у нас будет концерт в городе Санкт-Петербург, клуб «Зал ожидания», презентация альбома «Патагония» и день рождения группы, потому что 26 февраля нам будет 6 лет. Никит, про день рождения 2 марта. Лиза поэтому смеется. А 2 марта я говорю. Надо ехать. Надо ехать. Подарите Никите билеты. Подожди, не надо ничего. Дарите что-то, не смущай Аню. Я в этот момент буду в Калининграде. Вы в Калининград не собираетесь? Нет. Так, ну а теперь о Москве. 3 марта у группы «Ласкало» огромный сольник в клубе «Рэд». На данный момент это пока такая дикая феноменальная площадка для нас. Классная, да. Потому что до этого мы как-то не рисковали. У нас были не очень большие клубы. У нас были любимые всеми 16 тонн, стереохол. Сейчас решили все по-взрослому. Третий альбом, он получился крутой, слушатели его встретили на ура, и мы решили взять площадку соответствующую и соответственную и взяли «Рэд». Привезем туда много света, много всякой сячины, типа визуализации. То есть еще своя застройка у вас будет? Да, мы решили вложиться в шоу и очень хотим. Да, потому что, к сожалению, так получится только в Санкт-Петербурге. Но нет пока у нас финансовой возможности вести всю вот эту сумасшедшую войду во все города. Да, поэтому я призываю всех, абсолютно всех жителей нашей необъятной родины, если вы не видите своего города в нашей туровой сетке, приезжайте в Москву либо в Питер. Вот в этих городах стопудово будет вау. Круто. В других будет тоже вау, но будет атмосфера камерная. А эти две площадки пока самые большие. Масштабные. Вот, это о концертах. Все, 2 марта Санкт-Петербург, 3 марта Москва. Будет круто, пожалуйста, приходите, потому что мы играем обычно сольники раз в полтора года. Так опять замолчим на два года. Да зачем так? Да нет же. Знаешь, почему не удастся замолчать? Потому что вот нам пишут. Нам пишет барышня. Нет, сейчас, не знаю. Не важно. Передайте Ане, что альбом классный. А, барышня, да. Не думала, что настолько откровенный. Восторг. Вот, поэтому на два года тебе не дадут замолчать. Однозначно. Ну, такой откровенный, правда? То есть люди, правда, считывают. Понимаешь, что про тебя. Я уже купил. То есть про тебя. Я уже купил, буду в машине слушать. Прежде чем выдать альбом, я со всеми слушателями делилась в различных лонгридах. Слава богу, сейчас в ВК появилась такая новая функция, как писать статьи. В этих статьях я делилась своими переживаниями. Ну и плюс люди следили за моими стори, за моим инстаграмом. Получилось очень искренне. Местами чересчур. Вот, и я больше так делать не буду, обещаю. Так откровенничать? Потому что такой альбом должен быть один в истории группы. Иначе можно просто закопаться, извиняюсь за тавтологию, в самокопаниях, а это никому не интересно. Анализ такой себя же, да? Я думаю, самоанализ нужно провести разово. А потом, ну, периодически в каких-то треках возвращаться. Но делать из этого стиль группы нет, не надо. Мы все-таки латиносы. Латиносы. Горячие. Поменяли, поменяли направление. Аня, еще такой вот вопрос. Поскольку у тебя такие были разные периоды, тебя слушает, наверное, аудитория. Но даже сейчас, судя по твоим фанатам, так скажем, люди тоже ищущие в поиске, с разным, скажем так. Ну, не в розовых очках, не в позитиве все время. Тем не менее, ты сейчас как-то вот сама говоришь о новом дыхании, что сейчас все пошло в гору. Вот можешь ты какое-то напутствие дать своей аудитории? Не рецепт, но какой-то, не знаю, пережитый опыт, поделиться какое-то пожелание. Да, могу. Потому что совсем скоро подходит к концу нашей передачи. Вот хочется на каком-то таком моменте закончить. Я хочу пожелать абсолютно всем начинающим музыкантам, художникам, не творить, как обычно говорят, творить, пишите, а сначала подумать. Взять паузу иногда даже, да? Нет, просто подумать, для чего будет это творчество, для кого и как вы будете в нем самовыражаться. Потому что играть в какие-то дешевые копии первые несколько лет, это означает просто впустую потратить время. Творчество, пускай меня закидают сейчас, но творчество должно быть осознанным и искренним, честным. Где твое творчество? Вот тут мое творчество. Вот, и слушатель, он чувствует, когда ты пишешь от сердца, а когда ты пишешь, потому что ты услышал там модную фишечку, там модную фишечку, и нужно выдать тренды, тренды. Вот, нет, нужно быть в тренде, в этом нет ничего плохого, но главное, чтобы творчество было искренним и осознанным. Поэтому, дорогие мои творческие слушатели, или не мои слушатели, а зрители нашей программы и слушатели передачи, я очень хочу вам посоветовать подходить осознанно ко всему, что вы делаете. Взвесить все за, взвесить все против, и потом посмотреть, а вообще, нужно ли вот это вот то, что вы взвесили вообще массом или нет. Если считаете, что нужно, работайте, работайте, работайте. Отоспитесь на том свете. Не получится закончить на такой позитивной ноте, потому что приходит вопрос, вопрос, ты заговорила про тренды, вопрос про тренды, который задаешь ты. Анна, скажите, пожалуйста, чем вы красите волосы? Не могу добиться такого сочнейшего цвета. Самое главное, что пишет это Вадим. Самое главное, что пишет по... Все, друзья, у нас закончилось время, пусть это останется в секрете. Я говорила, надо было на моем вопросе. Как у девочки, у меня должны быть мои секреты. Я тут понимаю, что на путьстве душа, эх, ладно. Можно я оставлю? Спасибо огромное. Аня Грин была у нас в гостях, группа Ласкало. Друзья, мы тоже с вами прощаемся. Все на концерты. 2 марта в Санкт-Петербурге, 3 марта в Москве. Приходите. Лиза Калинина. До понедельника, друзья. С наступающим 23 февраля, мужики. Пока-пока. Пока-пока.